7 ноября Наступила новая эпоха в истории развития всего человечества Рабочий класс завоевал власть в нашей стране И смог удержать ее на достаточно длительный промежуток времени За это время были достигнуты огромные успехи в экономическом развитии Была одержана победа в Великой Отечественной войне Что доказывает преимущество социализма над капитализмом Мы поздравляем всех трудящихся с этой знаменательной датой И желаем успехов в борьбе за свои интересы Только эта борьба может привести к процветанию и развитию нашей страны С праздником! Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Шилов Дмитрий Юрьевич Я являюсь рабочим, членом Рабочей партии России И в этот праздничный день хочу поздравить всех трудящихся С праздником Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции 2017 года Которая принесла всему миру Невероятное достижение Советскому Союзу России И всему рабочему классу То есть впервые в истории человечества Класс угнетенный Стал правящим классом Такого в истории не было никогда Это открыло путь к развитию Настоящему развитию Всего рабочего класса А стало быть и Всего общества И тот путь, который прошли Советские рабочие И которые Капиталистические страны Проходили за сотни лет Несколько сотен лет Рабочая Россия Прошли За 20-30 лет Как говорил товарищ Сталин Если мы не пройдем этот путь То нас сомнут И были достигнуты Невероятные Высоты Строительства Экономики Нового типа По плановому Хозяйству Вот Но, к сожалению Были допущены Ряд ошибок Строительства Социализма Коммунизма Как социализма В первой фазе Такие как Отказ от принципа Производственного принципа Выбора Депутатов По производственному принципу Со временем Этот принцип был Нарушен Что И привело В общем-то К ошибкам Которые Впоследствии стали Критическими Для существования Нашего государства Союза Советских Социалистических Республик Ну, также Война Трудное Время Борьбы Которая была Победоносно Выиграна С фашистами Но, к сожалению Большая часть Идейных Борцов Старой Гвардии Которые Совершали Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию Ушли Погибли В этой войне И Это привело К тому, что В руководство Нашей партии В общем Проникли Так скажем Не самые Не самые Идейные Не самые Лучшие Кадры Вот И Что впоследствии Привело Контрреволюционному Перевороту Контрреволюции 61-го Года Когда Хрущев И Его Клика Объявили О том, что Принцип Диктатуры Пролетариата Перестал быть Актуальным И Провозгласили Лозунг О Общенародном Государстве Что В корне Противоречит Принципам Марксизма Ленинизма Что Государство Это Классовая Структура И Пока Есть Государство Значит То Существуют Классы Вот Ну и Вот эти Все Лозунги Которые Значит Говорили О том, что Государство У нас Всенародное Вот Общенародное Что Классовая Борьба Закончилась И что Через 20 Лет Мы будем Жить Уже При полном Коммунизме Конечно Же Кто Маломальски Знаком С теорией Марксизма Понимают Что Это Чистой воды Ревизионизм И который Привел К тому Что Во власть Стали Проникать Буржуазные Элементы То есть Если Диктатура Пролетариата Значит Отсутствует То Присутствует Диктатура Буржуазии Вот Это Простой Вывод В общем-то Которые Надо Усвоить Нам Всем Да Вот Что Государство Это Классовый Классовый Орган Вот Ну а что Буржуазное Государство Сегодняшнее Оно Мы видим Что В общем-то Никаких Успехов Больших Да За 30 лет Правления У власти Буржуазии Вот Мы Ничего Такого Не Не достигли Все только Все только Ухудшается Вот Экономическое Развитие Находится на уровне 90-х годов То есть Это Вообще Позор Конечно Позорище Для Для Власти Буржуазной Для буржуазии Которая Ну в общем-то Пришла к власти Путем Значит Приватизации Приватизации То есть Этот капитализм Они не строили Вот Никакого Участия В создании Средств Производства Не участвовали В нем Вот То есть Все средства Производства Создавались Нашими Отцами Нашими Дедами Поэтому Рабочим Я хочу пожелать В этот день Быть Посмелее И Понимать Что Все что создано Все что создано Вот Все Все Фонды Это Строили Строили Наши отцы Наши деды Вот Это По сути дела Наше Вот Поэтому Надо Быть Более Уверенными На своем Производстве Вот И Все мы Конечно Вспоминаем Советское Время Как Хорошее Которое Дало Нам Образование Много Чего Дало Жилье Многим Вот Жилье Сейчас получить Очень трудно Молодым Молодым Семьям Вот То есть Я хочу Сказать Что Чтобы Вернуть Да Вот Это Эти Завоевания Октября Путь Уже Путь Открыт Уже И В истории Это Навсегда Останется Вот Так Достижение Всех Всех Людей Да И вот Именно Русский Рабочий Класс Проложил Дорогу По Которой Нам Всем Надо Ити И Наш Вождь Ленин Описал Это Этот Путь Вывел Научную Теорию Вместе Продолжил Учение Маркса То есть Теоретически Все Известно Есть Опыт Контрреволюции Которая Имеет Очень Большое Значение Вот Эти Положения Которые Подверглись Ревизионизму На практике Подтвердили Теорию Ленина Маркса Энгельса Что Только Рабочий Класс Только Диктатура Пролетариата Способна Удержать Государство Рабочего Класса Вот Но Что Такое Государство И Она Имеет Форму Советов Советская Власть Это Диктатура Рабочего Класса В Форме Советов А Советы Это Органы Территориальные Органы Которые Формируются На Заводах И Фабриках Вот То есть Тот Класс Прогрессивный Класс Рабочий Класс Которые Способен Управлять Сей массой Трудящихся Как говорил Ленин Это Городские Фабрично Заводские Промышленные Рабочие И Борьба Рабочих На своих Предприятиях На крупных Которые у нас Есть В России Их Много Она Приводит К тому Что Рабочие Образуется В Советы То есть Забастовочный Комитет Направляет Своего Представителя В Городской Совет И Все Предприятия Города Подчиняются Этому Совету И Тогда Можно Остановить Работу В Сей отрасли Допустим Вот это И есть Власть Это Управление Вот Ну а что Такое Революция Без Советов Без Посмотрите На Украину Что там Случилось На Украине Сейчас Модное Слово Революция Цветные Революции К чему Это Приводит Белоруссия Сейчас Подвергается Нападком Буржуазии Да То есть Когда рабочие Не борются За свои интересы Да За свои Экономические Интересы Это Приводит Таким Последствием Что Недовольство Да Вот это Недовольство В народе Которое Всегда Есть В капиталистическом Обществе Вот И Это Недовольство Используют Группы Более Реакционных Более Хищнических Группировок Буржуазии Что мы И видим Украина Белоруссия Кто стоит За этими Тихановскими Это представители Империалистического Капитала Западного Капитала Которые Разрушили Промышленность России В свое время И продолжает Разрушаться Ставленники Буржуазии Теперь Они Хотят Доесть Остатки Белорусского Национального Капитала Вот То есть Когда Когда Рабочие Не занимаются Своей борьбой На своем Предприятии Не доводят Дела до Забастовки Не борются За свои Интересы То Их используют В темное Используют Их недовольство Да Вот Эти протесты То есть Я хочу сказать Рабочим Всем И в России Что Время тоже Непростое Сейчас И В общем-то Угроза И Мировой войны Не снимается С повестки Мы видим Что Вокруг границ Сжимается Кольцо И устраиваются Вот эти Вот Цветные Революции И там Попытки Установить Более Реакционную Да Более Такую Подчиняющуюся Западному Капиталу Экономику Вот Мы же Мы живем В эпоху Империализма А эпоха Империализма Это Как сказал Ленин Эпоха Пролетарских Революций Вот Такое Время Мы с Вами Живем Товарищи И я Хочу Пожелать Рабочим Бороться За свои Интересы Коллективные Интересы На своем Предприятии Коммунизм Начинается Тогда Когда Рабочие Начинают Объединяться И бороться За интересы Своего Коллектива Против Капиталистов Все Начинается С Экономической Борьбы Вот Видят Нас Силу Наша Партия Вооружена Передовой Теории Маркса Вот Нам Помогают Интеллигенты И поэтому Я хочу Сказать Без партии Без партии Наша Борьба Будет Волнообразная То есть Экономическая Борьба Она В общем Так К большим Успехам Не приводит Вот Поэтому Конечно До Успешной Классовой Борьбы Я призываю Товарищи Рабочие Вступайте В рабочую Партию Россию Где Рабочие Имеют Право Голоса Здесь Нас Уважают Здесь Рабочие Чувствуют Себя Достойно Рабочие То есть Все решения Партии Принимаются Большинством Рабочих Это наш Основополагающий Принцип Который Был Утрачен В свое Время Коммунистической Партии Советского Союза Вот И Этот опыт Мы Несем И Никому Власть Уже Свою Не отдадим Вот Так что Давайте Товарищи Бороться До Своей Интересы Улучшать Нашу Жизнь Заработную Плату Уменьшать Рабочий День Сокращать Его Увеличивать Свободное Время Для Своего Развития Для Своих Семей Для Партийной И Профсоюзной Работы И Строить Свою Власть Альтернативную Советскую И не надо Там ходить На эти Выборы Все это Все это Решает Проблема Буржуазии Для Рабочих Это Ничего Не решает Только Может Ухудшить Как Показал Опыт И Украина И Белоруссия Сейчас Тоже Хочу Сказать Рабочим Белоруссии Что Устраивайте Забастовки За улучшение Условий Труда Не надо Слушать Этих Провокаторов Которые Втягивают Вас В эти Игры Буржуазные Игры Это Ни к чему Хорошему Не приведет Боритесь За свои Экономические Интересы Улучшайте Свою жизнь Вступайте В партию И Конечно В итоге Когда Эта борьба Когда мы Научимся Бороться Надо научиться Бороться Сначала Надо научиться Составлять договора Участвовать В переговорах Это Большое Это великое Дело Такое Которое В общем-то Надо освоить Потому что Ну что Что значит Взять власть И что С этой властью Делать Это Просто быть Объектом Да Который Ну Используют Да Вот Это Недопустимо Товарищи Вот Так что Пожелаю Всем успехов В борьбе Спасибо За внимание В день Великого Национального Праздника Советского Народа 7 ноября Был и Остается Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции Днем Создания Великого Государства Союза Советских Социалистических Республик Он Вошел В наши Сердца Залпом Авроры Кумачом Знамен И Алым Цветом Гвоздик Октябрь Октябрь Реют Красные Знамена Победы Под ними Мы соберем Всех Кому Дорогие Идеалы Социализма С праздником Дорогие Товарищи Здоровья Успехов Благополучия Во всех Делах Я верю Победа Будет За нами Здравствуйте Товарищи Мы находимся В центре Ленинграда Около Знаменитого Крейсера Аврора Здесь Нас когда-то Принимали В октябряты И пионеры Здесь Перед лицом Своих товарищей Мы торжественно Клялись Горячо Любить свою родину Жить Учиться И бороться Как завещал Великий Ленин Как учит Коммунистическая партия Моя первая Учительница Нина Евгеньевна Чечина Просила нас Октябрят На всю жизнь Запомнить этот день И говорила нам Что этот день Один из самых Торжественных Дней нашей жизни Она Старая фронтовичка На уроках Часто нам Рассказывала Истории Своей фронтовой жизни Потому что Она считала Это очень важным Передать нам Детям Память поколений Она говорила Что самое дорогое У человека Это его жизнь И что именно Свою жизнь Отдавали За нашу свободу За советскую родину Герои гражданской Великой Отечественной войны Но буржуазия Уже тогда Совершила Контрреволюцию И повернула Колесо истории Вспять И сегодня Мы имеем опыт Не только Великих побед Рабочего класса Но и горький опыт Поражений И этот опыт Нам необходим Для нашей дальнейшей борьбы И победы Над эксплуататорами Сегодня У России Нет иного пути Кроме коммунистического И сегодня Как и сто лет назад Мы повторяем За героями Гражданской войны Что самое дорогое У человека Это его жизнь Она дается ему Один раз И прожить ее Нужно так Чтобы не было Мучительно больно За бесцельно прожитые годы Чтобы не жег позор За подлинненькое И мелочное прошлое Чтобы умирая Мог сказать Что вся жизнь Все силы Были отданы борьбе За самое главное в жизни За освобождение человечества Рабочая партия России Поздравляет Рабочий класс России И всего постсоветского пространства С днем Великой Октябрьской Социалистической революции И желает рабочему классу Успехов в борьбе За улучшение условий труда В сплочении И в конечном итоге За завоевание политической власти Которую он использует для того Чтобы выполнить свою историческую миссию Которая состоит В уничтожении классов Через уничтожение частной собственности Через уничтожение различий Между людьми умственного и физического труда Через преодоление различий Между городом и деревней Мы должны построить общество Где будет обеспечено Благосостояние Каждому члену общества Где каждый член общества Получит возможность Свободно и всесторонне развиваться Успехов нам в этой борьбе Здравствуйте, товарищи Я главный редактор Видеоканала Фонда Рабочей Академии Я присоединяюсь к поздравлениям товарищей Поздравляю вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции Все уже было сказано Я, может быть, еще раз хочу добавить Что путь, пройденный рабочим классом России Был успешен Этот путь привел нас к победе Великой Октябрьской революции К построению социализма в Советском Союзе Этот путь был успешен И нам нужно снова пройти тем же путем Повторный путь, естественно Позволит нам избежать каких-то ошибок Которые действительно помешали Удержать власть рабочему классу Но в основном это путь тот же самый То есть рабочий класс должен организовываться Сначала для борьбы за свои экономические интересы Потом, когда рабочий класс будет достаточно организован Для выдвижения больших политических требований И отстаивания этих политических требований И в процессе этого рабочий класс будет выдвигать своих депутатов в Советы Депутаты будут выдвигаться от сачкомов, забасткомов Будут сформированы советы на уровне городов, областей Советы станут влиятельной силой Возникнет двоевластие На сторону Советов станут переходить Все поддерживающие слои населения Силовые структуры Они не могут не поддержать восставший рабочий класс Борющийся за свою власть Конечно, они поддержат Как это было в 1917 году И буржуазная власть будет низложена Мы снова восстановим Советский Союз Власть берет, делает революцию Не какая-то отдельная партия Не какая-то отдельная небольшая группа активистов Революция делает новый прогрессивный класс Поэтому рабочий класс должен организовываться Как это и было в 1917 году Он должен создавать партию рабочего класса Такая партия сейчас в становлении существует Это рабочая партия России, членом которой я являюсь И я вас приглашаю вступать в рабочую партию России И бороться за новую пролетарскую революцию С праздником, товарищи! Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok